Городской автодорожный мост находится на реконструкции с начала июля. Капитальный ремонт сооружения уже больше месяца создает некоторые неудобства для петропавловцев, которые добираются домой и на работу в центр города. Нередко пешеходы перебегают через железнодорожные магистрали, подвергая свою жизнь опасности. Это стало поводом для проведения профилактических рейдов сотрудниками линейного отдела внутренних дел. Репортаж Дениса Сивкова. С начала июля мост, который соединяет рабочий поселок с центром города Петропавловска, реконструируют. Это временное неудобство, но североказахстанцы оказались не очень терпеливыми и обходному безопасному пути предпочитают короткий, тем самым нарушают закон. Люди проходят по железнодорожным путям в неустановленных местах, тем самым нарушая статью 439 часть 5 Кодекса Республики Казахстана об административных правонарушениях. То есть проход по железнодорожным путям в неустановленных местах, подвергая свою жизнь опасности. В данный момент сотрудниками административной полиции совместно с работниками железной дороги проводятся рейдовые мероприятия по предотвращению прохода по железнодорожным путям. Кстати, североказахстанцы, которые перешли через железнодорожные пути, сначала будут предупреждены. На второй раз оштрафованы на сумму до одного месячного расчетного показателя. С июля полицейские задержали уже немало таких правонарушителей, перебегавших через железную дорогу под мостом. В результате рейдовых мероприятий было задержано 27 человек, которым было составлено административный протокол по статье 439. Сотрудники линейного отдела внутренних дел напоминают североказахстанцам о правилах безопасности. Уважаемые жители города, просим вас не подвергать своей жизнью опасности. Просим проходить по пешеходному мосту возле железного вокзала станции Петропавловск. Это, кстати, мешает и дорожникам проводить капитальный ремонт сооружения. Этому мосту, который соединяет рабочий поселок с городом Петропавловск, уже более 50 лет. Сейчас его реставрируют, но тем не менее жители продолжают переходить через железнодорожные магистрали, которые находятся под мостом. Где гарантия, что мост не рухнет? Денис Севков, Жородозбекер Муканов, Новости МТРК.